Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Опубликован очередной номер официального издания Республики Западная Армения Родина. У епархии Армянской апостольской церкви в Грузии новый представитель. Конгресс США одобрил поправку о дополнительной финансовой помощи Армении. Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ оценили нынешнюю ситуацию мирного процесса. СМИ США хотят в июле ввести новые санкции против Турции за покупку С-400. Постоянная экспозиция картин Жан Сэма на тему геноцида армян открылась в Ереване. Армения вошла в топ-5 лучших стран для гастрономического туризма. На днях был опубликован 12 выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении Родина. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западном армянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. В электронном виде газета доступна по следующей ссылке. У епархии Армянской апостольской церкви в Грузии новый представитель, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Чмеатина. Представляем заявление Первопрестольного Чмеатина. По распоряжению его святейшества, Верховного Патриарха и католикоса всех армян Горьгина II, епископ Вазген Тер Мирзаханян, освобожден от должности главы епархии ААЦ в Грузии и вернется в Первопрестольный Святой Чмеатин. Основанием для данного решения Верховенству послужило заявление Вазгена Тер Мирзаханяна. Другим распоряжением преподобный предводитель прихода ААЦ Гегар Куников, ортопед Тер Киракосян, довтян освобожден от должности векария и призван на службу в епархии Армянской апостольской церкви в Грузии. Назначен главенствующим векарием, говорится в заявлении. Напомним, что 16 июня бывший предстоятель ААЦ в Грузии епископ Тер Вазген Мирзаханян представил осуществленную им деятельность и объявил о намерении покинуть эту должность. Конгресс США одобрил поправку, предлагающую выделить Армении дополнительную финансовую помощь в размере 40 миллионов долларов. Поправка к законопроекту об иностранной помощи к 2020-му фискальный год была предложена членом Конгресса Джеки Спиер, сообщает Армянский Национальный комитет Америки. Армяне Америки поблагодарили Спиер, которая также является сопредседателем комитета по армянским вопросам в Конгрессе за ее усилия. Одобрение Конгрессом – это сильный сигнал армянам о том, что Соединенные Штаты признают их вдохновляющий демократический прогресс, поддерживают их стремление строить более подотчетное правительство и будут продолжать работать с ними над созданием устойчивых институтов, отметила Спиер. Ранее Джеки Шпайер призвала увеличить помощь Армении до 40 миллионов долларов. Шпайер поддерживала поправку в законопроекте о внешней помощи, которую также поддержали конгрессмены Фрэнк Палане и Адам Шиф. Поправка предполагает выделение 40 миллионов долларов на демократические реформы в Армении. Накануне встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне 18 июня министр иностранных дел Армении Зуграб Натсаканя встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым Россия Стефаном Висконти Франция и Эндрю Шафером США, а также с личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анжием Каспаршиком. Как сообщили новости Армении, news.am в пресс-службе МИД Республики входит в вышеупомянутые подготовительные встречи. Собеседники оценили нынешнюю ситуацию мирного процесса, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в течение предыдущих встреч. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Анкары в связи с закупкой турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомительные источники. По данным агентства, самый серьезный пакет санкций, который обсуждается чиновниками в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и Министерство финансов США расшатает и без того пережившую трудные времена экономику Турции. Отмечается, что на данный момент наибольшую поддержку нашла идея введения против нескольких компаний в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом, которыми облагаются стороны, ведущие бизнес России. Такие санкции, по данным агентства, должны отдалить компании от американской финансовой системы, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или же продажу своей продукции на территории США. В музее-институте геноцида против армян во вторник состоялось открытие постоянной экспозиции работ знаменитого французского художника армянского происхождения Жан-Сема Уванеса Семерджиана под названием «Жан-Сема – живописец геноцида армян». Как отметил директор музея-института Арутюн Марутян, в экспозиции представлены 20 уникальных работ художника из цикла «Геноцид», посвященные теме репрессий, депортации и массовых убийств армян в Османской империи. Цикл создан Жан-Семом на втором этапе творческого подъема в 1999 по 2012 годы. Армения оказалась в числе пяти самых популярных зарубежных направлений гастрономического туризма у российских туристов, сообщает Турстат по результатам опроса. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему «Куда лучше всего отправиться для изучения местной гастрономии?». 18 июня отмечается День устойчивой гастрономии согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря 2016 года. День устойчивой гастрономии помогает обратить внимание на важность гастрономии в жизни людей и кулинарии. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Анаит Папаян. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!